Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, как вы видите уже приехал из деревни, поэтому нет на мне моей супер замечательной рубашки, там тапочек, калоши и так далее. И сегодня я хотел бы с вами обсудить, наверное, самую обсуждаемую тему на стране Xbox, а именно поговорить о Старфилде. Ну, мне эта тема тоже, наверное, немаловажна, чем вам, поэтому я хотел бы высказать свое мнение на этот счет. Поэтому, если вы вдруг будете со мной не согласны, извините, но я вам, как всегда, выдам базу. Перед началом видеоролика, как всегда, прожимай лайкусик, подписывайся на канал, если вдруг хочешь, то можешь поддержать меня на бусте, где тебе выдадут секретный телеграм-канал, где мы там общаемся каждый день. Но если вдруг тебе нужны для Xbox игры и подписки, то можешь смело обращаться к ребятам из X-Games, которые помогут тебе это сделать. Ребята проверены не раз, поэтому ссылочку оставлю в комментариях. Прежде всего, хочу сказать, что нам, наконец-таки, более подробно рассказали и, самое главное, показали, что такое Старфилд. Признаться честно, я не особый фанат космоса, и игры по нему меня не особо батят, ну, купить их, но от того, что мне показали, я остался доволен. Ну и, как минимум, данный показ вызвал больше интерес, что это такое и с чем его едят. И признаюсь, что подталкивают попробовать Старфилд это голос толпы, который уже долгие годы форсит мем купить Skyrim, что тот Говард это классный мужик, кто согласен с того плюс, кстати. И, в целом, все прошлые достижения беседки также заставляют обратить внимание на этот проект. Но также не стоит забывать, что Старфилд сейчас это флагман для Xbox, который, ну, точно нужно хотя бы попробовать, если вы на зеленой стороне. Короче, как вы не крутите, проект он значимый, так или иначе, и должен повлиять на будущую репутацию и беседки, и консоли, то есть Xbox, и которая должна вызвать интерес к Xbox. Мол, ребята, посмотрите, какая игра, обязательно купите ради нее Xbox. На самом деле, пока оно так и происходит, то есть Старфилд действительно обещается выйти какой-то грандиозной игрой, ну, по крайней мере, хочется в это верить. Игра будет иметь тысячи планет, исследования, космические сражения, знакомство с новыми биомами, в общем, если вы хоть каплю знаете, что такое космос, и вам это нравится, то данная игра, ну, просто обязана вас заинтересовать. Из недавнего показа у меня случился даже бальзам на душу, что беседка с последнего переноса действительно взяла и визуально игру сделала чуть лучше, ну, по крайней мере, так показалось по трейлерам. Может быть, они добавили контраста, точно они поиграли со светом, может быть, добавили и того, и того, но при показе, при последнем показе, ну, мне показалось, что игра выглядит лучше, чем в первый раз. Я очень рад за то, что комьюнити не схавала первый раз, и игру не выпустили такой, какой она была год назад. Так скажем, немного, но заставили все-таки поднапречься беседку, но вот, к сожалению, заставили их вложиться не на все 100%, поскольку пока самый кринж данной ситуации заключается в 30 фпс. Да. Да, еще в СНГ прибавляется то, что игра не переведена еще на русский язык, и вряд ли ее якобы переведут, но об этом мы поговорим чуть позже. Честно говоря, эта тема, она получается крайне неоднозначной, поскольку интернет поделился сразу на несколько лагерей. Для кого-то 30 фпс это кринж полный, и такого быть вообще не должно, ну, просто не воспринимается, ну, а кто-то пытается 30 фпс оправдать, ну, или же просто не делать из-за этого глобальную проблему. Самое интересное, что сама беседка при глобальном показе, она не уточнила этот момент, в каком качестве будет работать игра, а уточнила лишь поз, и, по сути, мы будем иметь такие характеристики. 4к и 30 фпс у нас на серии с x, и 2к и 30 фпс будет на серии с s. И, вероятнее всего, по анализам Digital Foundry разрешение все время будет прыгать. И вот после такой инфы, как раз таки все и началось, все вот это вот бурление в сети. И, признаться, оно оправдано. И я бы сказал, что полностью, поскольку в нынешних реалиях, когда у нас очень мощная консоль, и мы находимся в 2023 году, не завозить режим производительности, но это то же самое, как выстрелить себе в ногу. Многие ребята пытаются на эту ситуацию посмотреть более широко, что все-таки игра, она мега масштабная, что 30 фпс это плюс-минус оправдано. Я, кстати, с этим отчасти согласен, и чуть позже я тоже объясню, почему. Но самое интересное, что я вижу вокруг, так это некие официальные заявления, которые пытаются уменьшить вот этот градус бурления за счет того, что вот Фил сказал, что это творческое решение. То есть он вообще думать не стал, он говорит, ну пацаны так сделали, вот они так решили, значит все хорошо. А, например, та же беседка DigitalFondry, и туда, кстати, подключились ребята из Santa Monica, они сказали, что 30 фпс это все-таки немножко оправдано, поскольку у них там много будет всяких штук, это масштабы и так далее. То есть в целом 30 фпс это приемлемо. Но меня, знаете, очень заинтересовало вот эти все высказывания, ну тем, что никто никогда вроде как 30 фпс так не защищал. А тут вдруг и DigitalFondry, и Santa Monica там ребята говорят, что типа да-да, ребята, это все хорошо и так далее. Но, блин, все равно, когда ты покупаешь мощную консоль, вся вот эта вот тема, да, вся эта ситуация кажется не такой, как сказать, оправданной. Потому что ты заплатил деньги, ты ожидал, что будет всегда так, в итоге тебя опять обманули. Ну как-то не очень. Вот, если вдруг не знали, то беседка официально сказала, что 60 фпс мы даже не думаем завозить, поэтому если вдруг у вас есть консольки, вы хотели 60 фпс в Starfield, забудьте. Мне на самом деле тоже, как и вам, не особо принимать этот факт, что в игре 30 фпс, вот, поскольку у нас все-таки 12,5 терафлопс на борту, о которых нам заявляли опять же в самом начале, там, не знаю, какой-нибудь неразогранный потанцевал в виде RTNA 2.1, а мы все равно играем в 30 фпс. Как бы, исходя из консоли серии СС, еще плюс-минус можно как-то это обосновать, что она все-таки менее мощная, да, поэтому ребята там все упираются в процессор, мы не смогли. Но, блин, тут уже не выводит самая мощная консоль, и, на мой взгляд, это очень серьезный и плачевный звоночек на будущее. Но, опять же, с этим ничего не поделать, но в который раз индустрия ломает тот самый маркетинг Xbox Series X, который был построен на мощи. Типа, вот мощь это фига, в итоге пользы не фига. И, на самом деле, Starfield это один из самых громких и грустных новостей, поскольку, исходя из этой ситуации, а конкретно из-за ситуации принятия аудитории 30 фпс, будут складываться следующие события. Либо разрабы будут пытаться в своей игре сделать режим производительности, несмотря ни на что, если, опять же, Starfield как-то не удастся, и 30 фпс это будут явной проблемой. Либо они просто будут забивать болт, ибо игры в 30 фпс, даже на новом поколении, при такой мощи, нормально продаются. Поэтому, исходя из этой темы, я вам даю настоятельный такой совет. Послушайте, дядя Джамбу, если вы хотите в играх 60 фпс, максимум качества, собирайте ПК. Увы, такие реалии здесь, ну, наверное, по-другому и не сделать. Потому что мы, консольщики, от чего мы уходили от этих 30 фпс, ну, к сожалению, со Starfield мы к ним опять приходим. Я думаю, что следующие игры, по типу Hellblade, The Fable, они тоже будут идти в 30 фпс, потому что, либо мега красивая игра в 30 фпс, либо, там, глобальная, видимо, 30 фпс, либо плюс-минус такая себе игра, и она будет в 60 фпс. Поэтому, как-то верить в будущие проекты, если уже выходят игры в 30 фпс, ну, я бы не стал, реально. Поэтому 30 фпс на самой мощной консоли во флагманской игре, которая делается всего лишь, по сути, для нескольких игровых платформ, а не для всех. Ну, и которая с первых секунд не дает улететь в шоке от графона. Я понимаю, что беседка никогда не была про графон, но это не исключает того факта, что графон там плюс-минус просто нормальный, никакого вау-эффекта не дает. И опять же, эта ситуация в любом случае вызывает недовольство, поскольку на дворе 23-й год, мощи, технологии, облачные какие-то силы, и... Ну, блин, ребят, ну сколько можно, реально? Просто я считаю, что 30 фпс иногда оправдать можно, особенно если на картинке будет твориться что-то, ну, просто запредельно красивое, динамичное, а-ля демка Матрицы. Я думаю, что такая ситуация негатива бы вызвала намного меньше. Не сказать, что Старфилд получился некрасивым, наоборот, он красив по-своему, но я как игрок, ну, чего-то офигеть красивого в Старфилде я не увидел, особенно когда вижу устаревшие анимации. Тут многие говорят про масштабы и тому подобное, но потому что я увидел, как и вы, кстати, в том же показе, окей, там действительно есть масштабы, но пока это воспринимается как просто точки дислокации на пустые аванпосты. Да, чтобы вы понимали, вы не сможете завести свою космическую шаху и улететь, у вас будет кассена, которая будет, видимо, скрывать, ну, типа прогрузки другой локации. И меня лично не удивит, если вдруг эта кассена будет довольно-таки долгой, ну, чтобы опять все прогрузилось, не удивлюсь, правда. В остальном же мы будем видеть практически пустые миры, в которых непонятно, что нужно будет делать, и пока потому что известно, я считаю, что 30 фпс ради этого не особо оправданно. Да, в игре по-любому будут несколько капец каких красивых крутых планет, локаций для сюжета, но вот этот мега масштаб, он все еще для меня очень сомнительный с точки зрения геймплея. Будет ли он оправдан или нет, просто если там будут тысячи таких планет, где тебя будут ждать рандомная генерация, там, я не знаю, добываемых ресурсов и один внезапный босс файт, сначала синего, потом другого зеленого цвета, да, то это будет неоправданно и это наскучит, то есть все зависит, опять же, от интересного наполнения. Но с другой стороны, 30 фпс это не помеха для хорошей игры, чтобы вы понимали, это ни в коем случае не оправдание данной ситуации, поскольку в этом случае, раз такой крич случился, меня больше сейчас беспокоит сама игра. Если там будет действительно интересно, будет отзывчиво управление, тебя вся эта атмосфера поглотит, при рассказе о игре вы даже не вспомните, что там было бы эти самые 30 фпс. Просто, знаете, я всегда вспоминаю Зельду, конечно, это не идеальный пример, но все же, вспоминаю RDR 2 на Xbox One, выход Киберпанка, Бога войны 2018 года, Человек-паука, и несмотря на то, что там тоже было везде 30 фпс, о играх говорят, ну, только хорошее. И 30 фпс в какой-то мега кринж, ну, по сути, не ставят. Поэтому, говоря об игре, стоит, наверное, подождать, какой она выйдет в итоге, ибо если будет забагованный, то тут и 60 фпс ситуацию, честно, не исправят. Возьмите тот же Redfall, завезите туда на старте 60 фпс, и игра не преобразится. Она лишь снизит градус всего этого негатива, ну, типа, игра говно, но зато 60 фпс есть, ну, окей. И, зная беседку, на старте игра может выйти забагованный, и, на мой взгляд, это намного плачевнее ситуация, нежели 30 фпс, поскольку с багами и лаками, ну, мне кажется, проходить как-то игру дальше оттолкнет больше, чем 30 фпс. Конечно, нас уверяют, что игра будет самой оптимизированной, но, исходя из скриншота, чё-то мне так не кажется, ну, чё-то нам не договаривают. К тому же, на мой взгляд, в СНГ есть более глобальная проблема, и касается она отсутствия русского языка. Если что, через 30 фпс можно понять, что и как там происходит на экране, то вот без перевода в таких играх русскоговорящий игрок будет чувствовать себя, если честно, некомфортно. Чтобы вы понимали, сейчас информация гласит о том, что не будет перевода, ну, типа, там, объявлений в Стиме и в Эксбоксе, вот, что не будет перевода на русский язык в Старфилде ни субтитров, ни озвучки. Это для меня тоже глобальная потеря, которая может просто оттолкнуть от игры, потому что я в ней просто ничего не пойму. Ну, I don't not speak English, is ok? Но, несмотря на это, я все еще верю, что туда его завезут, потому что, исходя из интервью Фила Спетсера, он сказал, что языки пока еще не утверждены полностью. Исходя из того, что наш язык там входит точно в топ-10 языков мира, да, и не сделать на него игру, тем самым оборвав аудиторию, да, от этой игры, на которую они, кстати, хотят очень сильно заработать. Но это очень странно, зато японские завезли, которые точно в топ-10 не входят. Ну, как-то странно. В общем, на эту ситуацию все-таки лучше смотреть по факту, когда игра выйдет, потому что мы все еще не знаем, какой выйдет она там, забагованная или нет, интересная или нет. Я очень надеюсь, что 30 фпс это останется просто самой главной и большой проблемой игры, а не все остальное, потому что остальное может быть намного важнее, чем 30 фпс, что очень сильно, я бы сказал, может оттолкнуть от игры. Вот, и знаете, я отчасти рад, что вообще в целом игра такая выходит, что она обсуждаемая, что это одна из игр, которая обещается быть просто крышесносной. И просто рад за аудиторию Xbox и за саму консоль Xbox, что наконец-таки появляется игра, о которой мы говорим, а не обсуждаем какой-то кринж консоли. Вот, очень надеюсь, что об игре будут говорить как о Зельде, типа, ребята, вот на Xbox есть такая замечательная игра, качайте, пробуйте, она офигенная, вот ради нее стоит купить Xbox. Вот, посмотрим опять же, как будет по факту. Если вам видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и большое спасибо за просмотр, друзья. Пока-пока-пока. Пока-пока.